Ледяная бахрома разукрасила дома. Детская загадка про сосульки кажется забавной лишь до тех пор, пока они в прямом смысле слова не нависнут над головами домокловым мечом. Зачастую, проходя рядом с многоэтажкой, дивишься халатному отношению управляющих компаний, которые вспоминают о своих прямых обязанностях, лишь после нагоняя от мэрии. В настоящее время в администрации города Иваново открыта горячая линия именно по вопросу наличия сосульок на кровлях дома, уборки продомовой территории. То есть житель первоначально обращается в управляющую компанию. Если управляющая компания никаких мер не предпринимает, он может обратиться на горячую линию. Образцовая управляшка должна самостоятельно следить за состоянием подведомственных домов и в срок сбивать скопившуюся наледь. В случае обращения жильцов коммунальщики обязаны в течение одного-двух дней очистить крышу от снега и льда. Если с работой тянут, можно смело звонить на горячую линию, телефоны которой вы видите на экране. Еще утром с крыши этого дома свисали сосульки. Днем коммунальные службы их сбили. Теперь тротуар у этого дома усеян ледяными глыбами. Вот так опасность над головой превратилась в опасность под ногами. Пройти через ледяное плато и не запнуться. Килограммовые булыжники непросто. Планирует ли управляшка убрать за собой или же подождет, пока само растает, неясно. А вот еще один пример выпиющей халатности. Детский сад номер 152. Гигантским сосулькам на крыше явно не один день. По периметру нет даже ленты, ограждающей небезопасную зону. К приезду нашей съемочной группы ситуацию исправили. Впрочем, как утверждают горожане, есть районы, где коммунальщики ответственно выполняют свою работу. У нас хорошо. У нас следят. Ташкентская 92, у нас следят насчет этого. Потому что вот недавно сбивали сосульки, вот опять сбивают. У нас хорошо. Не страшно, у нас нет сосулек. Нас все сбивают сосульки. А по городу ходите? Ну, по городу есть места, где страшно, но вроде как обходится все. Где я живу, у нас сосулек нет на доме. А вот сейчас ходите по улицам, не страшно? Страшно. Здесь, ладно, страшно, знаете где? Вот улица Ноздрина будет. И вот, чтобы пройти к пожарке, туда, там вот такая тропочка и сосули вот такие висят. Там практически негде пройти. Либо проезжая часть, либо тротуар, вот такие сосули висят. Словом, на коммунальщиков надейся, а сам не плашай. Сосульки, особенно вот теперь, лучше обойти по другой стороне улицы. Не лишним будет и других обезопасить, сообщив об угрозе службам, ответственным за уборку. Максим Серебряков, Антон Осипов, РТВ, Иваново. Мартон Осипов, РТВ, Иваново. Продолжение следует...